Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Становитесь спонсорами на YouTube, кнопка и ссылка под видео. После крайне волатильной торговой недели биткоин успокоился с началом выходных и стоит около 23 тысяч долларов. Большинство альткоинов в дневной шкале немного убыточны, за исключением ETC. Ethereum Classic также является одним из лучших показателей на прошлой неделе с огромным ростом на 55%. Об этом уведомляет IT-бизнес. После падения ниже 19 тысяч долларов, 13 июля биткоин-быки пришли в город и напомнили о своей силе. Всего за несколько дней они помогли биткоину восстановить свои последние потери и подняли его выше 20 тысяч долларов по мере приближения прошлых выходных. Суббота и воскресенье показали более впечатляющую прибыль от актива, а в понедельник он вошел выше 22 тысяч долларов. Бычья траектория продолжилась и в последующие дни, кульминацией чего стал скачок выше 24 тысяч долларов 20 июля. Это стало самой высокой ценовой точкой криптовалюты более чем за месяц. Однако, когда стало известно, что Тесла продала большую часть своих активов биткоин во втором квартале, биткоин откатился и упал почти на 2 тысячи долларов. Тем не менее, вчера он отскочил чуть выше 23 тысяч 500 долларов. Однако на данный момент он немного потерял свои позиции и в настоящее время стоит чуть меньше 23 тысяч долларов. Его рыночная капитализация немного снизилась до 435 миллиардов долларов, а доминирование над альткоинами сократилось до 41,7%. Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе он остается бычьим, Энтони Скорамучи и SkyBridge Capital признал, что делать большие ставки на биткоин в краткосрочной перспективе было ошибкой. Основатель высказался наконец и отметил, что падение биткоина до 20 тысяч долларов стало последним гвоздем в крышку гроба хедж-фонда. Большинство альткоинов превзошли биткоины на прошлой неделе, о чем свидетельствует снижение доминирования биткоин на рынке. Эфириум был в авангарде роста цены. Десять дней назад он изо всех сил пытался удержаться выше тысячи долларов, но в последующие дни взлетел более чем на 60% и достиг многомесячного максимума к северу от 1600 долларов. На данный момент эфириум немного откатился и находится чуть ниже этого уровня. В ежедневном масштабе красный взял верх, поскольку Ripple, Cardano, Solana, Dogecoin, Polkadot, Shiba Inu и Matic откатились назад. Напомним, что эфириум смог преодолеть уровень в 1500 долларов. Альткоин эфириум смог с начала недели показать заметный рост, в итоге 20 июля торгуясь выше отметки в 1500 долларов, а с начала июля этот цифровой актив вырос в цене на 29%. С точки зрения анализа рынка, данные исследовательской компании Sentiment показывают, что за несколько недель до нынешнего ралли, после того, как эфириум достиг локального дна, в мае началось увеличение активности крупных инвесторов в эфириум с балансом от 1 000 до 100 000 эфириум на своих цифровых адресах. Только в конце прошлой недели появился еще 131 адрес с таким существенным балансом, а общее число таких адресов тем самым выросло до 6,667 единиц. Одновременно число адресов с балансом как минимум 1 эфириум впервые в истории превысило 1,5 млн единиц, число же адресов с балансом до 100 эфириум, перевалив за значение в 45 тысяч единиц, достигло максимального уровня за последние 15 месяцев. Об этом свидетельствует данный Glassnode. С фундаментальной точки зрения в основе ралли эфириум ожидание обновления мерч, а также соответственно миграции эфириум с работы от ПОВ на работу по принципу POS. Вместе с ралли эфириум заметен подъем цены эфириум classic, который наследовал классический блокчейн эфириум. Эфириум classic вырос за последние 7 дней на 72%, а эфириум за это же время поднялся сильно, но все же на меньшую величину 43%. Инвесторы оценили то, что для майнеров эфириум потребуется лишь небольшая настройка программного обеспечения, чтобы начать майнить на эфириум classic. Тем самым это будет самый легкий выбор для майнера в эфириум после внедрения мерч, чтобы сохранить экономическую пользу от своего майнингового оборудования. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.